Здравствуйте! Когда речь идет о внутриканальных наушниках, то пятилетние модели, как правило, уже совершенно не котируются, либо же, как минимум, они не соответствуют своему бюджету и своей стоимости. Но когда мы говорим о полноразмерных наушниках, то это правило совершенно не работает. И порой пятилетние, десятилетние, да даже двадцатилетние наушники прекрасно себя чувствуют даже спустя десятилетия после своего выпуска. И как раз таки Philips SHP9500 это прекрасный тому пример. Наушникам уже больше пяти лет, но тем не менее они вызывают прекрасные впечатления и свою стоимость, которая чуть меньше чем 100 долларов, они оправдывают абсолютно и полностью. И сразу же на что обращаешь внимание, что в них цепляет, это то, что они сделаны абсолютно логично. То есть вся их мягкая часть, она сделана в ткани, то есть это и амбушюры, и само оголовье, но при этом все максимально удобно и максимально как-то сделано для людей. То есть ты их надеваешь и все, они просто идеально садятся, в них нет вообще никакого прижима, какого-то давления. То есть по ощущениям что-то схожее. Это Sennheiser HD 8 серии, там 800, 820 и так далее. Но Alcantara достаточно неприятная для кожи головы, то есть создают такой дискомфорт. Здесь этого нет. И действительно посадка просто 10 из 10, нет ни одного элемента, который бы как-то ощущался бы неприятно, либо же создавал дискомфорт. Все продумали абсолютно и полностью. Конструкция у наушников открытого типа, используется излучатель диаметром 50 миллиметров, и излучатель здесь хороший. То есть с одной стороны это наушники из такого потребительского сегмента, это еще не что-то аудиофийское, но запас и потенциал у динамиков есть, и есть какое-то желание подключить их к более крутому источнику. То есть в моем случае я по большей части слушал с топпингом DX5, в том числе с MX5, и как раз таки это те источники, с которыми они чувствуют себя прекрасно. И да, хотелось бы упомянуть, все-таки это наушники проводные, провод здесь лежит рядышком, но не хочется, чтобы он болтался, поэтому держу без него так. По разъемам здесь все абсолютно логично и понятно. На двух концах у нас 3,5 миллиметра, поэтому даже если с этим кабелем что-то и случится, либо же понадобится кабель короче, либо же длиннее, то заменить его вообще никаких проблем не будет. И по звучанию, чем они привлекают, это правильной настройкой и такой музыкальной подачей, но при этом с достаточно хорошим уровнем детальности. Я понимаю, что это не мониторные наушники, это не что-то вот прям такое совсем сухое, аналитичное. Нет, приукрашения есть, приукрашения сделаны очень корректно, то есть есть приукрашательства на низких частотах, на середине, на высокой. И за счет этого мы как раз-таки получаем такое достаточно удобное и во многом даже универсальное звучание. И при этом наушники открытого типа с большими излучателями, поэтому и по сцене у нас тоже все хорошо. То есть в тех записях, где действительно хорошо прописано само помещение, в котором записывалась эта музыка, можно прочувствовать и масштаб, можно прочувствовать разделение инструментов, ширину, глубину сцены, все как положено, все как мы любим в аудиофийских всяких традициях. Это не совсем то, что ожидаешь от наушников за условные там 90 долларов, то, что они могут в итоге это дать. Потому что, как правило, за эти деньги очень много компромиссов, очень много тонкостей, нюансов того, что что-то будет не так. И как таковых минусов я у них и не смог найти. Я понимаю, что все звучит хорошо. Если уже придираться, если забыть про их стоимость, то, конечно, можно сказать, что на высоких частотах порой есть не то чтобы перегрузки, но некоторые намеки, скажем так, на сибиллянты, но при этом откровенной грязи и какой-то каши нет. То есть даже с быстрой музыкой они справляются достаточно хорошо. Тест на A Day to Remember Bullfight они прошли хорошо, с достаточной детальностью, объемом, но, естественно, немножечко посыпались в плане детальности. Потому что, когда идут прям удары всего и сразу же, в некоторых наушниках, как правило, уже топового сегмента, можно все это расслышать как отдельные инструменты. Там все это немножечко в них, все это немного сливается. Но это уже абсолютно как придирки. И даже если бы они стоили в два раза дороже, все равно это можно было бы простить. Это было бы не каким-то критичным моментом. Поэтому наушники рассчитаны по большей части на хорошие источники. Но даже в том случае, если вы их подцепите к какому-нибудь ЦАП-усилителю более-менее нормального класса, то есть что-то не за 20-30 долларов, хотя бы уже там 50-70, к тому же DC05, уже можно будет получить хорошее, достаточно качественное звучание. То есть на плохой источник они не очень резко реагируют. Понятно, что сразу же у нас будут проблемы с краями частотного диапазона. Все-таки со стационарным усилителем, ЦАП-усилителем, понимаю, что есть достаточно хорошая проработка и вниз по низким частотам, и по высоким частотам. Не идеально, но все-таки. И в случае с портативным это будет все упрощаться. При недостатке мощности, именно не громкости, а мощности самого усилителя. И тем не менее, это оптимальный вариант. Просто годные наушники, которые хочется советовать, хочется рекомендовать. И особенно в тех случаях, когда ничего до этого ранее не слушалось, что известно, непонятно. Просто чего-то хочется вот хорошего за вот эту сумму 100 долларов. Все, просто хороший вариант для дома. Понятно, что рассматривать для улицы неправильно, потому что вас будут слышать все, и окружающие звуки также будут достаточно хорошо проникать в ухо. И единственное, что те, кто прям любит, чтобы басы долбили, наверное, тоже не совсем правильный вариант. Потому что низкие частоты-то здесь есть, опять-таки даже с приукрашательствами, но ожидать прям такой мощной долбежки, естественно, нет. Поэтому наушники универсальные, интересные, мне понравились, я советовать их могу спокойно. Поэтому если они вас заинтересовали, то по ссылке в описании вы сможете их найти. Также у нас в магазине сможете найти огромное количество других полноразмерных внутриканальных накладных вставных наушников, каких угодно, хоть с костной проводимостью. Поэтому заходите, выбирайте. А на этом я буду свое видео впечатление, а не обзор завершать. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok